Всем щербе, дорогие друзья! Сегодня поговорим еще разок о модели Casio G-Shock GA-2100 или 2100. На это есть несколько причин. Я делал на нее уже обзор, только на полностью красную версию. Это камуфляжные, но поговорить можно, потому что модель получилась популярная, знаковая, хайповая. Ну, что можно сказать, если на ней посвящена отдельная ветка на часовом форуме. Такой чести удосуживаются не все часы, только какая-нибудь снобская классика, типа 5600, ой, у меня сейчас полетят тряпки, либо Orient 3 звезды, и вот данные часики, в принципе, со всеми плюсами и минусами достаточно популярны. Здесь в кадре я для сравнения 2000-е, это первое поколение, ой, верх ногами держу, шоков Carbon Core серии GA. То есть цифроаналоговый шок с основой из карбона. Были сначала вот такие вот, но это уже более поздная версия в скелетоне, либо в желешке, как я ее называю. Потом вышла вот такая серия. И сейчас еще вышли 2200, уже третье поколение. Проджмекайте ваш императорский лайк, я потом расскажу и о них. Но это будет в следующем видеообзоре. Итак, знаменитый Casio OAK, либо G-OAK, как его называют. Почему? Потому что это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, сколько? Восьмигранник, да? Или скольки-то там гранник. Ну, в общем, шайба. И напоминают они почему-то всем. Ну, почему-то, потому что, наверное, очень похожи. Odem RPG Royal OAK. Это дорогущие часы с тоже вот таким вот многогранным безелем. И G-Shock'и пошли по стопам популярности, что ли, еще и Хублоты, и Хаблоты, или Хубло, как их правильно назвать, тоже делают такие безели. В общем, это стильно, модно, молодежно. Поэтому G-Shock сделали вот такую вот модельку. Что можно в целом о них сказать? Ну, комплектация здесь стандартная. Пошкрябанная баночка. Коробочка картонная. Международная гарантия. Ну, и, собственно, сами часы. Ничего там в комплектации интересного особо нет. Данные часики очень тонкие, как для G-Shock'ов, и достаточно легкие. Потому что это карбоновая основа. И у них толщина, ну, точно не скажу сколько, знаете, не любитель я всех вот этих замеров. Ну, посмотрите, видно, да, что они поменьше, чем, ну, вот так вот, если наоборот. В любом случае, ну, где-то на процентов, наверное, 15 тоньше предыдущего первого поколения. Ну, и остальных G-Shock'ов, которые вы привыкли видеть. Они легкие. Это плюс. Если у вас не супер богатырская рука, ну, как, к примеру, у меня, и вы любите часики где-то диаметром, там, в 40-41 миллиметр, то эти G-Shock'и вам подойдут. Если же у вас богатырская рука, вы любите всякие King of G, то данные часики покажутся вам просто игрушечными. Поэтому обращать на них внимание не стоит. Возможно, Casio со временем выкатит какую-то модель, вот как с King'ами, которые, в принципе, повторяют все черты 56-х шоков, но гораздо больше и брутальнее. Возможно, сделают еще большую шайбу для военных, красивых, здоровенных и просто больших людей. Но эти часики, знаете, если вы их покупаете, они, ну, вот прям как игрушечные. Кажется, что это какая-то пластмасска несерьезная. Несмотря на то, что надпись G-Shock присутствует, не ощущается в них какая-то брутальность и неубиваемость. Давайте так по конструкции еще разочек пройдемся. Примечательно, что начали G-Shock'и обладать сменными вот такими вот модулями для ремешков. Мы видим и на первом поколении есть вот эта штучка, и на этом поколении. То есть мы можем быстро поменять ремешок на другой, просто вздвинув вот этот вот пушер, как это правильно сказать. Вам не нужно там лезть с какими-то отвертками. Сдвинули все, сняли и поставили новый. Задняя крышка из нержавеющей стали. Тоже водозащита 20 атмосфер. Ну, в принципе, задник напоминает обычные базовые G-Shock'и. Не так вот, как на первом поколении, как у Madman'ов, закрытые каким-то пластиком сверху. Здесь нет, здесь обычная стальная крышечка. Ремешок здесь тоже очень напоминает 5600. Практически одно и то же по ремешку, если не полностью одно и то же. Вот эти вот реберки очень похожи на классические 5600. А вообще моделька, конечно, знаковая. Тут у вас вопросов никаких нет. У нас самый простой функционал. Мировое время. Секундомер. Таймер. Будильников. 5 штук или 4 или 5 штук. Ну, собственно, все. Присутствует подсветочка. Подсветочка традиционно не очень хорошая, как на всех G-Shock'ах GA-серии. Здесь всего один светодиодик, направленный вот под таким углом на 5 часах. Он освещает в основном аналоговую область. При этом окошко, учитывая то, что оно еще инверсное, черное, ну так себе видно. Его вообще в принципе так себе видно, даже если яркий на улице свет. Оно маленькое, оно инверсное. Это тоже недостаток. Если у вас проблемы со зрением, вы ничего на нем не увидите. Вот смотрите, вот так вот еще видно. Если я поворачиваю вот так вот часы. Ну, прям, да, красота. Значит, толстое минеральное стекло, как и на всех G-Shock'ах. Противоударность не проверял. Простите, пожалуйста. Смотрите, если у нас вот как бы мы клацаем режимы из текущего времени. И вы, возможно, думали, что вот этот вот указатель на стрелочке на 9 часах будет вам, как вот в случае с 2000-ми. Видите, она крутится. Как и на серии GST, на G-Steel'ах, на стальных. И указывает режим текущий. Там секундомер, таймер. Это очень прикольно. Здесь же этой функции нет. Банально этот указатель у нас указывает день недели. То есть Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. А текущий режим показывает все тоже цифровое. Маленькое окошечко, которое вот там вот у нас проклацывает эти все вещи. Поэтому толщина, тонкость, не знаю, как это правильно сказать, все-таки дает о себе знать. Какие-то упрощения, да, возможно, с этим это и связано. Но в целом читаемость на них отличная. Если мы говорим о цифромовом времени, то видно все замечательно. На стрелках также нанесено люминесцентное покрытие Lumi Bright. Если я не ошибаюсь, оно называется у Casio. Есть также отзывы о том, что вот этот вот безель, он просто крашеный в камуфляжный цвет. И он со временем обтирает. Не знаю, правда это или нет. Не видел фото уже с затертыми шоками. Но в целом, возможно, это и правда. Однако нужно понимать, что если и вытирается краска, то это происходит очень прям вот не скоро. Ну, то есть покрытие все-таки у Casio достаточно качественное. И даже просто когда силуминовые либо пластиковые часы покрыты каким-то покрытием, там, хромом, они обтираются достаточно долго. В целом, при всех недостатках и спорных вопросах, моделька классная. Моделька есть черная полностью Blackout, есть красная, есть камуфляжная, серая. По-моему, еще там какие-то сейчас, ну, много уже расцветок. И в целом, если вы хотите недорогие, стильные, небудильникообразные G-Shock'и на своем запястье, которые хоть иногда, но будут привлекать сторонние взгляды, то, в принципе, их можно советовать приобретению. Батарейки здесь хватит на три года использования, если вы не будете клацать подсветку. Вот такие дела, друзья. Прожимайте ваши императорские лайкосики. А с вами был еще разок. Увидимся. Покеда. Продолжение следует...